Здравствуйте, Накрасьте! Меня зовут Анна Кравченко и вы на моем канале. Сегодня я вам расскажу, на что обратить внимание при выборе краски. Первое, это, конечно же, сертификация. У вашего продукта обязательно должна быть сертификация той страны, где вы работаете. И кроме этого, я бы рекомендовала обращать внимание, чтобы у продукта была обязательно европейская сертификация CPNP. Если есть сертификация CPNP, значит продукт 100% качественный. Второе, на что нужно обратить внимание, это на количество ингредиентов в краске. Именно на количество. В хорошей краске будет минимум 15-20 компонентов. Если в краске меньше компонентов, то это просто парафингеламин, разведенный водой. Пункт третий, обязательно посмотреть состав и обратить внимание на ухаживающие компоненты. В хороших красителях они будут обязательно. Четвертое, мы смотрим на щелочной алкалазер. Что именно находится в краске? Аммиак, этаноламин, АМП, Демам, гибосодиум гидроксид. Если в краске у вас содержится аммиак, эта краска будет хорошо прокрашивать волос, но она не будет прокрашивать кожу. Если в краске содержится этаноламин, краска будет окрашивать как и волос, так и кожу. И данный краситель, он будет вымываться в течение двух-трех недель. Поэтому для блондинок хорошо выбирать краски на основе этаноламина. Если в краске содержится АМП, то при нанесении такого продукта будут немного неприятные ощущения. Такие жжение, пощипывание. Поэтому я не рекомендую выбирать краски для брови, где есть АМП. Если в краске есть Демам, это, конечно, самый классный вид щелочного алкалазера. И данная краска будет очень стойкая и будет иметь нейтральный PH. Если же в краске содержится содиум гидроксид в качестве щелочного алкалазера, а не регулятора PH, как это понять? То есть, если он содержится в качестве регулятора PH, то он будет в конце списка. А если он содержится в качестве щелочного алкалазера, то он будет в начале списка, до пятой позиции. И также там больше не будет никаких других щелочных алкалазеров. Аммиака, этаноламина и так далее. Поэтому, если краска содержит содиум гидроксид в качестве щелочного алкалазера, вот этот краситель я бы точно не использовала. Как вы видите на слайде, этот компонент больше всего разрушает белок. Поэтому волос теряет свою массу и становится очень ломким. И такие красители нельзя использовать после ламинирования. Это доказали японские ученые. Надеюсь, информация для вас была полезна. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...